Виталий, приветствую тебя! Очередной эфир, технически фундаментальный анализ, самые интересные возможности, то, что показывает рынок, движение, которое мы стараемся спрогнозировать, как могут провести себя активы и дать вам, друзья, поддержку новостную, аналитическую в принятии инвестиционных решений. Ну что ж, как мы с тобой и говорили в прошлый раз, что у нас с тобой будет эфир, разумеется, уже как бы по горячим следам того, что было сказано Джеромом Паулом, и, в принципе, мы видим, как активно ходит американская валюта и задает тон, опять же, всем финансовым рынкам. Доллар сначала снижался в начале недели, это было причиной роста рисковых инструментов. Вчера американская валюта восстановилась, и вот, пожалуйста, риск пошел вниз. Я предлагаю тогда, Виталий, сразу к демонстрации экрана, и там уже, разумеется, конкретнее все. Так, ну что, демонстрация вроде уже началась. Индекс американской валюты, цель была на отметке 92 пункта, мы ее благополучно сделали, в моменте даже уходили ниже, вот сейчас снова выше данного рубежа. Почему индекс доллара вырос? Честно говоря, ну, вопрос, наверное, логичный, но в то же время не нужно полагать, считать, что что-то в плане фундамента произошло такого интересного, что удалось развернуть американскую валюту и дать импульс к началу развития восходящего тренда. Я уверен в том, что тренд остается нисходящим, и американская валюта продолжит испытывать серьезный фундаментальный прессинг. Любой тренд – это постоянный переход инициатив от покупателей к продавцам, и наоборот. И то, что мы видели вчера, это нормальная техническая коррекция. Хотя было еще пару отчетов, это индексы производственной активности ISM, которые оказались лучше прогнозов, и индекс разгона инфляции. Ну, действительно, в обоих случаях статистика была неплохой, и в целом по хорошей статистике по штатам мы соскучились. Вот, пожалуйста, первые релизы, которые тут же были отыграны положительным образом для доллара. Сегодня в 15.15 по московскому времени отчет ADP по рынку труда, который фактически, можно сказать, репетиция перед non-farm peril. Статистика по ADP, я думаю, будет уже не такой позитивной. В целом я отношусь к тем аналитикам, которые считают, что американский рынок труда уже давно буксует, и вот с каждым последующим релизом мы будем убеждаться в этом статистике. Поэтому я думаю... Да-да, я тебя перебью, сейчас знакомый рассказывал, в США идет по поводу труда, как раз, да, ты упомянул, там же пособия у них есть, да, там 1200 долларов около плюс-минус там в разных штатах. И в народу есть выбор, или идти на работу там за 1300-1400 работать, или оставаться дома и получать там на 100-200 долларов меньше, и большинство остаются дома, скажем, пока выплачивают пособия. И есть очень большая нехватка рабочей силы, то есть там один человек рассказывал в одном направлении. Поэтому там есть проблемки небольшие такие. Да, вот об этих проблемах как раз мы сможем в этих проблемах убедиться, когда выйдут данные по non-farm пятницу. Ну, я абсолютно уверен, что статистика будет плохой, и, разумеется, доллар, если он к этому моменту снова не начнет снижаться, уж точно на этих данных пойдет вниз. Поэтому, друзья, раз мы сделали цель по индексу доллара, и сейчас восстанавливаемся, я считаю, что не нужно отпускать бакс, нужно просто пользоваться текущей возможностью и снова пытаться его красиво продать. Я думаю, что если мы уйдем по индексу доллара в район 92.70, как раз где проходит еще и скользящая средняя, у меня можно будет снова шортить, стоп-восс поставить в район 93.30, то есть получается 60 пунктов, и ждать уже индекс доллара прям совсем на амбициозной цели. Разумеется, буду транслировать эту идею в ходе наших с тобой последующих совместных копиров. Ждать, короче, где-то в районе 90 пунктов. Повторюсь, что доллар будет снижаться, потому что, так сказал Федрезерв, ПРС четко дал понять, что не будет повышать процентные ставки, будет держать ставки на низких значениях. Сегодня на своем брифинге аналитическом я приводил в качестве довода того, что доллар будет снижаться, еще прогноз Goldman Sachs, они считают, что ставки останутся низкими до 2025 года, я думал, хотя бы в 2021 году достаточно будет, но они замахнулись сразу на 5 лет вперед, по сути, ну, на 4, ладно, скажем так. В любом случае, период низких процентных ставок – это знак равно слабый доллар, вот поэтому я, собственно, настолько скептичен в отношении бакса. Мы пару слов говорили еще про фондовый рынок, S&P, ну да, как и NASDAQ, технологический сектор в космосе. Я комментировал ситуацию касательно Доу-Джонса. В моменте, сейчас, секундочку. Так, он 28700 пунктов, то есть фактически на максимумах с февраля мы сейчас находимся, но Доу-Джонс по-прежнему интересен для покупок, и 30 тысяч мы точно увидим, потому что последние данные по производственным секторам, опять же, тех же самых США и Китая, усиляют определенного рода оптимизм. Золото были, еще также комментарии по поводу того, что его нужно держать только в покупках. Это все еще актуально, друзья. 1966 долларов, а сейчас закрепляемся выше, там, скользящий средний. В 1970, считайте, что, как и уровни, которые мы разбирали в прошлый раз, дорога наверх открыта. По доллару системно, фундаментально ничего не изменилось, не нужно мудрить, это всего лишь коррекция. И 2000 мы точно увидим, вот, кстати, 2000, вчера буквально хай был, 1992. Это доказывает то, что золото уже как бы свыкается с высокими ценовыми значениями. Нужно свыкнуться и на, друзья. Ни в коем случае на долгосрок, средний срок не продавайте золото, потому что из-за бешеной волатильности вы можете очень много потерять, если вспомнить вот эти движения, когда 50 долларов фактически вот за буквально полдня, как нечего делать. И что касается европейской валюты, у нас цель была 1.20, мы ее, в принципе, сделали. Сейчас идет коррекция, и это подарок, опять же, для тех, кто раньше не покупал, либо купил, достиг отметки 1.20, зафиксировал профит и сейчас думают, что делать дальше. Дальше. Я предлагаю отложку Unbuy Limits уровня 1.1880, тоже так же, как и в ситуации с индексом доллара, здесь еще подкрепляем техникой скользящей средней, 137-й период. Европейская валюта может дать усиленную коррекцию до этого значения, в принципе, как мы активно снижаемся, уже больше 100 пунктов вниз. Но я не думаю, что пройдем существенно ниже вниз, потому что нет уверенности в укреплении доллара. Разворот-то точно последует. Если не сегодня на данных по EDP, то ближе к концу недели уже на нон-фармах, которые точно должны будут ослабить позиции американского доллара. Поэтому в сухом остатке у нас получается, мы держим индекс американской валюты, точнее, рассматриваем с точки зрения продаж через отложку 92.70. Что касается евро-доллара, это покупка через забайлим с уровня 1.18.80, стоп-лосс 1.18.40 и ждем перехай на отметке 1.20.10 и 1.20.50. Думаю, что до конца недели это будут очень перспективные сделки. Виталий, слава тебе. Демонстрация пошла уже. Да, всех приветствую. Итак, сейчас разберем идеи старые и дадим новые, которые у нас идут в обратную сторону с твоими идеями. Итак, первая идея, которая была у меня в понедельник, это лонг золота. Говорил, возможно, покупать в районе 1956. Мы практически в понедельник снизились к этой цели и подросли. Цели я ставил 2000 и выше, пока мы, скажем, скинули золото вчера, хотя мы в моменте давали достаточно неплохо около 350 пунктов. Еще говорил, скажем, если будет ниже падать, докупаться. На текущий момент, в принципе, сохраняю свои идеи, что по золоту только лонги. Как они, конечно, пройдут, что дальше будет. Но пока ситуация не меняется. Немножко вчера скинули, какие-то посылки к шортам рисуются, но пока мы не сломим вот этот тренд и не уйдем ниже 1900, по золоту только лонговые ситуации. Поэтому, кто покупал золото, можно, в принципе, сохранять, удерживать данную покупку. Также была идея по доллар-иене. Мы торговались где-то вот здесь, в районе там 105-50. Селлимит я советовал ставить в районе 106-0-0. Мы, в принципе, в понедельник сразу дошли к этим целям. Немного снижались, около там 40 пунктов. И снова выкупили. Пока по доллар-иене, что я могу сказать, я бы выходил из данной сделки. В принципе, здесь шорт возможен. Он мне чуть-чуть не нравится, но если кто желает рискнуть и может, в принципе, как и золото удерживать с теми самыми стоп-лоссами, то есть за вот этот импульс, возможно, какой-то еще сегодня рост будет, возможно, и нет. И дальше ожидать сильного падения. Что касается новых идей на сегодня, это у меня будет аналогично евро-доллар и, в принципе, индекс доллара. Это зеркальные пары. Я думаю, что здесь, в принципе, назревает какая-то та коррекция, которую я жду. Она побольше будет. В принципе, можно купить с текущих. Это у нас 92.50 с целями где-то в район 93.35. То есть это первые цели. Возможно, если мы пройдем вот эту область, мы уйдем повыше, в район 95. Но это, скажем, в таком среднесрочном формате. Посмотрим, что сегодняшние новости дадут, что дадут пятничные нон-фармы. Стоп-лосс я советую ставить за минимум. Если мы этот минимум уже будем выносить вчерашний, это 91.70, то картинка будет ломаться. Если мы там закроемся ниже, то, я думаю, дальше будет падать. Но все, что выше уровня 92.00, 92.10, я бы покупал с надеждой роста. Франк аналогичный. Я, кстати, вчера советовал, мы разбирались с учеником как раз вчера на занятии Франк. И он так говорит, я покупал Франк. Я думаю, что он покупал. Такой смотрю, да, реально здесь и сохраняется дивергенция на дневном графике, сохраняется дивергенция, вчера красиво было, на часовичках. Мы тестировали такой, скажем, исторический лоу, ну, скажем, исторический в формате текущего года, да. Раз ложный пробой, второй ложный пробой. Мы, в принципе, неплохо со вчерашних, вот я советовал где-то вот здесь покупать, практически фигуру выросли. И на выбор можно взять или евро, или давайте, чтобы не копировать там евро и индекс доллара, чтобы было более интересно, давайте фунт. Возможно взять шорт с текущих, он более волатильный, возможно, будет хорошее какое-то падение. Шортим с текущих 1.3350. Если чуть-чуть подрастем в район там 33.95, тоже можно добавиться со стоплосом за вот максимум. И здесь аналогично сохраняется дивергенция дневная, плюс у нас есть пин-бар. Возможно, здесь будет, скажем, хорошая коррекция, она даст хотя бы возможность снижения в район там 1.30, там плюс-минус в таком формате. Ну и евро-доллар аналогично, у него даже ситуация чуть-чуть получше, потому что мы вчера сделали ложный пробой уровня 1.1965. Я еще думал, в понедельник, кстати, я тоже давал идею, ну скажем, комментарий по евро-доллару, что мы уйдем как вариант отсюда, с уровня 1.1915-20, вот здесь мы торговались, но не исключал еще один перехай, мы его сделали, и сейчас шансов уйти больше. То есть по евро, я думаю, где-то в район примерно там 1.1770, вот эта проторговочка. Если мы ее пройдем, возможно, там через какую-то коррекцию дальше пойдем поглубже вниз. Если кто-то будет чертить, обязательно, если рынок даст какой-то плюс, переносить без убыток и дальше наблюдать далее. Ну и в принципе все, по S&P пока идеи нету. Индекс страха идет по плану, в принципе, заворачивает его наверх, рисуется такое ощущение, что вот сегодня на новостях, по идее, должен быть прострел наверх. Ну если, конечно, вот это поджатие, которое у нас есть, вот так, если нарисовать его, его не сломают новостями. Как-то вот в таком формате. Ну и еврофунт, в принципе, еще старая идея, которую я давал почти добили 0.8880. То есть он идет, снижается, снижается. Ну и пока все у меня, в принципе, по рынку. Понял, Виталий. Ну что, спасибо тебе за комментарии. Давай тогда следите за отработкой торговых идей. Разумеется, разбор полетов детально уже на следующем с тобой совместном эфире. Он уже будет через неделю. Да, через неделю, в понедельник получается. Да, после нонфармов. После нонфармов, да, как раз точно нужно будет обсудить ситуацию с индексом американской валюты, с долларом в целом, с золотом. Ну, идей точно будет много. Виталий, тебе хорошего закрытия недели, хорошего трейдинга перед нонфармами. И до встречи в понедельник. Пока, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok